Вот и лето прошло, только этого мало, как любил говорить известный наш поэт Арсений Тарковский. Мы смеем надеяться, что вам тоже было мало одного лета без общения с агентством Финист. Поэтому мы снова с вами. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также скорректированный рейтинг по динамике экономического развития стран-двадцатки, так называемых G20, где агентство также поставило более негативные показатели, кому роста, кому падения. И главными причинами агентство Moody's видит в двух факторах. Первый фактор – это то, что падение коснулось пусть и роста, но падения такой экономики, как экономика Китая, главной кочегарки мировой экономики. И второй фактор – это падение цен на нефть. Этот фактор, по мнению агентства Moody's, более негативно, чем ожидалось, скажется на динамике развития экономического всех стран G20. Вывод агентства Финист. Во-первых, мы не согласны с агентством Moody's, пусть это как-то звучит несколько самонадеянно, в том плане, что не на всякие экономики влияют внешние факторы. Допустим, такие экономики, как Китай, Россия, США – самодостаточные экономики – не очень связаны с внешнеэкономическими факторами. Тем более в условиях спада мировой экономики, когда особого значения в экспортных, импортных операциях нет для любой экономики. Поэтому агентство Финист выделяет четыре момента в своих прогнозных оценках. Первое – это то, что мы опять-таки стоим на своей позиции, что 2015-2016 годы – это годы повышательной фазы развития циклического экономики России. Даже в условиях спада экономика России обладает потенциалом роста, который нужно просто использовать. Второй момент – это то, что последние показатели индекса деловой стабильности, которые мы проводим в агентстве, показывают, что эта стабильность присуща российской экономике. И она не опускается ниже определенного уровня. Третий момент – это то, что источники этой стабильности у российской экономики связаны не с Вашингтонским консенсусом, и тем более не с санкциями и запретами, которые наложили на нашу страну, на нашу экономику некоторые страны и группы стран. Она связана именно с нашими внутренними резервами, с нашим внутренним потенциалом, который сейчас как раз нужно использовать. И четвертый момент – именно 2016 год будет решающим в этом накопительном цикле нашей российской экономики, потому что именно потенциал, накопленный российской экономикой в 2015-2016 годах, повышательной фазе циклического развития российской экономики, поможет этой российской экономике избежать более тяжелых моментов в плане динамики в 2017-2018 годах, которые, по нашим расчетам, будут относиться к понижательной фазе циклического развития России. И поэтому, если мы сейчас не будем рационально и до конца использовать этот потенциал, нам в 2017-2018 годах придется значительно тяжелее, потому что, как мы думаем, санкции и ограничения для российской экономики будут продолжены и в это время. Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Олефий Георгий, я являюсь студентом второго курса Института экономики и управления финансов Казанского федерального университета. И сегодня я хотел бы рассказать вам о компании Вагита Олег Первого «Лукойл». Детельность компании в последнее время имеет значительное повышение благодаря устойчивой политике компании. Стоит также уточнить один очень важный факт, что компания заняла первое место в топ-500 рейтингов компании РБК «Росбизнес Константсик». Это значительный шаг для компании. Говоря о ценной бумаги, а именно акции компании, она значительное время идет вверх, несмотря на все текущие нефтяные котировки и нефтяные падения. Исходя из моих рекомендаций, я советую покупать акции компании «Лукойл», но в то же время держать их в определенном портфеле до определенного времени. В заключении хотелось бы сказать, что компания «Лукойл» имеет значительное повышение среди остальных российских компаний и следует придерживаться ее политики и сохранять ее акции до определенного момента. Доброго времени суток! После долгого перерыва рубрика «Домашнее знание» приветствует тебя, зритель! И перейдем сразу к делу. Вашему вниманию представлены графики индекса деловой стабильности за май, июнь, июль и август. Их динамика примерно одинакова и находится в одном диапазоне. Они также все заканчиваются в конце месяца на уровень А-, то есть имеют стабильный ИДС. Уже на основании этого и на основании более ранних прогнозов нашей команды можно сделать вывод о том, что 2015-2016 года связаны с повышательной фазой циклического развития. И отсюда же следует вопрос вам, зритель, в чем же, собственно, заключается внутреннее развитие среднего потенциала российской экономики? Подумайте хорошенько! На этом все. Мы прощаемся с вами до следующего раза. Удачи!